Среди столичных жителей этой зимой резко вырос интерес к театрам. Билеты на постановки горожане раскупают буквально на месяц вперед. Напомню, спектакли проводят при неполном зрительском зале со строгим соблюдением санитарных норм. Эндера Тегжанова узнавала о том, как еще изменилась жизнь театров в этом году. Больше полугода культурная жизнь столицы была словно на паузе. Шумные премьеры, мюзиклы, полные залы – все это осталось в другой жизни, до карантина. Однако новый театральный сезон все же стартовал. Эту встречу со зрителями артисты ждали как никогда. Мы открылись недавно, подготовили сразу две премьеры. Очень соскучилась по зрителю. Видно, что это чувство взаимно. Люди в зале буквально впитывают каждую реплику. Считаю, что пандемия всем нам дала ценные уроки. Мы смогли задуматься, переосмыслить ценности. В канун Дня независимости в столице открыли музыкальный театр юного зрителя. В его составе целая плеяда казахстанских артистов в лице Самалы Ислямовой, Берека Айджанова и других известных имен. Первой премьерой стала музыкальная драма «Абай Тогжан». Этому театру нет аналогов в стране, ориентированы мы на молодежь. Есть у нас свой оркестр, хотим ставить как казахские народные сказки, так и мировые. Зрители увидят Алдара Косе, Золушку, Золотой Ключик. Планов очень много. Большую часть репетиций творческие коллективы так и проводят в режиме онлайн. По словам артистов, за эти месяцы появилось больше времени для того, чтобы отточить свое мастерство. Русский драматический театр свои спектакли пока проводит только в малом зале. Старинное здание требует ремонта. Работы планируют начать к весне следующего года. Как минимум четырьмя премьерами порадуют жители столицы русский драматический театр в этот сезон. А недавно творческая группа провела виртуальные гастроли для кыргызского зрителя. Мы показывали на нашей платформе их спектакли в неделю и наши спектакли показывались и в их платформе. Еще при Балтийском доме, который находится в Санкт-Петербурге, тоже был наш показ. Научились делать онлайн беседы, онлайн программы, онлайн эфиры. И наш актер Сергей Маштаков, он придумал в этой пандемии интернет-радио Горки-ФМ. Это тоже был какой-то альтернативе общения со зрителями. Непростой во всех отношениях год коллектив завершит спектаклем «Снегурочка». Уже шьют костюмы, готовят декорации. А вот традиционных новогодних утренников для детей в стенах драм-театра на этот раз не будет. Хороводы решили оставить до лучших времен.